друзья всем огромный привет сегодня у нас с вами снова ретуш портрета и мы разберем способ как замаскировать такую маленькую погрешность внешности человека которая кстати не обязательно может быть возрастной и это мешки под глазами мы с вами научимся исправлять этот недостаток буквально за несколько минут итак поехали у меня есть вот такой замечательный портрет давайте я его увеличу при увеличении мы видим с вами что над ним необходимо еще поработать и вот эти маленькие прыщики я удалю методом частотного разложения кто с этим методом еще не знаком посмотрите видео по ссылке сверху а сейчас мы с вами замаскируем вот эти складки под глазами которые называются мешки как бы грубо это не звучало мимические же морщины возле глаз я трогать не буду потому что наша цель обработать снимок таким образом чтобы изображение не получилось плоским и в итоге наша модель не должна получиться куклой с приклеенными глазами и так наша задача скрыть складки мешочки копирую слой и выбираю инструмент заплатка значок этого инструмента даже выглядит как заплатка поэтому вы его ни с чем не перепутаете этот ползунок отвечает за регулировку жесткой и мягкой ретуши я чуть позже вам покажу в чем отличие ну а пользоваться я вам советую выставляя этот параметр на уровень 5 ну или 6 я поставлю значение на 5 это самый часто используемый уровень теперь я ставлю курсор на место с которого я начну выделение мне удобнее начинать с верхней точки зажимаю левую кнопку мыши и выделяю область складки на коже моя задача обвести всю складку и сомкнуть выделение курсор должен дойти до начального значения отпускаю левую кнопку мыши выделение активно это видно по бегущей дорожке муравьев прикольно же про муравьев да и очень похоже после выделения у нас активировалась окно с паттерном и если он у вас стоит какой-то иной вам необходимо выбрать именно этот в меню он стоит самый первый слева теперь навожу на центр получившегося выделения нажимаю и удерживаю левую кнопку мыши и тяну немного вниз параллельно выделенному участку пока заплатка не продублируются отпускаю левую кнопку мыши control д чтобы снять выделение складка исчезла теперь немного увеличу изображение и таким же способом можно устранить также и мелкие детали обводим прыщик или пятно на коже тянем вниз участок становится чище вот здесь выделяем тянем вниз или в сторону устранили если на коже много таких недостатков лучше использовать частотное разложение а если убрать пару прыщиков родинок или несколько пятен то этот метод с использованием заплатки вполне себя оправдывает теперь давайте перейдем на другой глаз для демонстрации возможностей этого способа я поставлю единицу и это режим самого жесткого наложения и посмотрим что у нас получится и так выделяю тяну заплатку control d и вот мы видим какие резкие края у нашей заплатки отменю действия теперь поставлю на самое высокое значение это 7 и так выделяю муравьи побежали тяну заплатку control d заплатка размытая что тоже нас не устраивает теперь давайте я поставлю самое популярное значение 5 и так выделяю складку тяну вниз control d хорошо уберу появившиеся недостатки наложения заплатки вот в этом месте еле заметный след край заплатки теперь увеличиваю обвожу его таким же способом тяну параллельно выделенному дефекту так давайте я сделаю масштаб немного меньше и посмотрим со стороны не совсем удачно у меня получилось ретушь осталось затемнение вот в этом месте ничего страшного делаю выделение еще раз выделяю область чуть меньше именно там где мне нужно исправить тяну control d вот так намного лучше итак смотрим вот такое изображение у нас было и такое мы получили отличный результат на этом друзья все не забудьте поставить лайк подписаться поделиться роликом со своими друзьями в соцсетях и пишите комментарии под видео интересно видеть ваше мнение критику и пожелания удачной вам обработки и больше восторженных зрителей до новых встреч небольшой анонс в следующем видео мы научимся с вами осветлять синяки под глазами поэтому если ты не подписан подпишись обязательно чтобы не пропустить пока а